Санкт-Петербург Сегодня по сложившейся традиции в 38-й раз по улицам, проспектам и площадям Кировского района пробегут спортсмены в честь памяти пожарных погибших при исполнении служебного долга. Заместитель начальника главного управления МЧС Российской Федерации по Санкт-Петербургу Ленинградской области генерал-майор Аникин Алексей Геннадьевич. Начальник 3-го отряда ФПС по Санкт-Петербургу капитан внутренней службы Анциферов Денис Сергеевич. Исполняющий обязанности начальника специального управления Федеральной припожарной службы номер 50 МЧС России подполковник Тищенко Владимир Иванович. На сцену приглашается начальник отдела надзора деятельности Кировского района майор Груневич Александр Сергеевич. Начальник центрального отдела управления гражданской защиты подполковник Виноградов Константин Юрьевич. Директор пожарно-спасательного отряда Кировского района Галиничев Михаил Юрьевич. Нашу программу открывают парад пожарной техники машин Кировского района. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ заместитель главы администрации Кировского района, колонна пожарной техники и личный состав Санкт-Петербургского гарнизона пожарной охраны, для участия в мероприятии, посвященного памяти героев пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, прибыли. Разрешите приступить к началу парада? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В колонне пожарной техники Санкт-Петербургского гарнизона пожарной охраны на площадь прибыль! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колонну возглавляет автомобиль пожарной штабной на базе автомобиля МАС. Предназначен для доставки к месту пожара аварий, катастрофы личного состава, пожарного технического вооружения и оборудования и средств радиосвязи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прибывает аварийно-спасательный автомобиль поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга на базе шасси «Газель». Предназначен для проведения аварийно-спасательных работ. Следуют автоцистерны 42-й пожарно-спасательной части, 19-й, 41-й пожарной части и 90-й пожарной части на базе шасси сил. Автомобили подают отрушащее вещество в очах пожара. Автоцистерны укомплектованы самыми современными пожарно-техническими вооружениями, как российского, так и иностранного производства. Следует автолестница пожарная 39-й пожарно-спасательной части. Автомобиль предназначен для тушения пожаров и спасания людей с высотных зданий. Далее автомобил отделения пожаротушения специализированной пожарной части Федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу. Следует автомобиль быстрого реагирования специализированной пожарной части Федеральной противопожарной службы. Пожарно-скоренчатый телескопический автоподъемник прибыл на площадь. Автолестница пожарная 19-й пожарной части предназначена для спасения людей из высотных зданий. Следует автомобиль газодымозащитной службы и витацийной пожарной части. За ним автомобиль воздушно-пенного тушения 41-й пожарной части с прицепной установкой «Фурга-90». Прибыл пожарный автомобиль комбинированного пожаротушения аварийно-спасательного центра водоканала на базе шасси «КамАЗ». Далее автомобиль рукавной пожарной 19-й пожарной части на базе шасси «КамАЗ». И завершает колонну пожарной техники Санкт-Петербургского гарнизона пожарной охраны. Пожарная автонасосная станция 19-й пожарной части используется при тушении крупных пожаров, лесных массивов, крупных складов, обеспечивает работу трех-четырех автоцистерн, перекачивая воду на расстояние до двух километров. Возглавлял парад пожарной техники пожарного гарнизона Санкт-Петербурга полковник Шевченко Александр Ануфьевич. Приглашаются участники 38-го легкоатлетического пробега в памяти пожарных погибших при исполнении служебного долга. «КамАЗ» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня день памяти чернобыльской катастрофы. Уважаемая Наталья Викторовна, участники 38-го пробега, посвященные памяти погибшим пожарным при выполнении служебного долга, построены. Главный судья соревнований Пилипчук Петр Петрович. Главный судья соревнований, мастер спорта по легкой атлетике, судья первой категории Пинчук Петр Петрович. Сегодня день памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня день памяти пожарных, которые первые пришли после катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Сегодня нельзя не вспомнить страшнейший пожар 23-го февраля гостиницы Ленинград, ныне гостиница «Санкт-Петербург». В память пожарных, погибших при исполнении служебного долга, объявляется минута молчания. Петр Петрович, приглашайте спортсменов на линию старта. Участники соревнования, к месту старта, шагом марш! Петр Петрович, они следят illumly. Натальяной причиной estreлmark, bubbleg scalna. Петр Петрович, гостиница ломашки. Соúcar приемли активность activated и что-то изучает zona позиции, exting�ся какие-то зерковноância илиُд,... Слово для приветствия представляется исполняющими обязанностями главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга Наталья Викторовна Борейко. Добрый день, дорогие жители и гости Кировского района. 30 апреля в нашей стране отмечается праздник День пожарной охраны. В этом году пожарной охране исполняется 365 лет. Это профессиональный праздник смелых, достойных людей, которые каждый день вступают в борьбу с огнем, спасая нас и наше имущество. Традиционно в Кировском районе мы отмечаем этот праздник. В этом году мы проводим уже 38-й пробег, посвященный памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. От всей души, от себя, от сотрудников администрации, от всех присутствующих. Я хочу поздравить пожарных вас с вашим профессиональным праздником. Хочу пожелать вам здоровья, успехов. И хочу, чтобы огонь горел только в ваших добрых сердцах, щадя наши дома и жизни. С праздником! Спасибо большое, Наталья Викторовна. Генерал-майор внутренней службы Аникин Алексей Геннадьевич. Добрый день, дорогие жители Кировского района города Санкт-Петербурга. Добрый день, уважаемые жители нашего великого города Санкт-Петербурга. Сегодня в очередной раз мы проводим пробег, а в целом праздник о подвиге, о славе на территории Кировского района города Санкт-Петербурга. Вы посмотрите, какая сегодня прекрасная погода. Наверное, за последние годы, это вот впервые, за последние 5-6 лет в таких прекрасных условиях мы проводим наше мероприятие, проводим наш традиционный пробег. Смотрите, как красиво смотрится вот эта пожарная техника. Дай бог, чтобы она на этой площади вот была вот именно в таком строю, в парадном, праздничном строю. И как можно меньше пожаров происходило на территории Кировского района. Я могу сказать, что на пожарных Кировского района, на спасателях, лежит огромная задача спасти и защищать Кировский район и в целом город Санкт-Петербург. На территории Кировского района расположены крупнейшие промышленные предприятия, серьезные объекты с массовым пребыванием людей. Здесь мы защищаем район различными силами, в том числе поисково-спасательной службы, федеральной противопожарной службы, противопожарной службы города Санкт-Петербурга, спецуправления УГПС-50 и другие подразделения. Я хочу, чтобы подразделения с честью выполняли свой долг, с честью защищали горожан. А вам всем, дорогие, с праздником, конечно, должен сказать, безусловно, спасибо большое нашим ветеранам, спасибо тем, кто отстоял этот город в преддверии Дня Победы. Хочу пожелать им здоровья, удачи, успехов и всего самого хорошего, доброго и настоящего. Но и, безусловно, нельзя не сказать и пожелать самые теплые, хорошие пожелания всем пожарным, всем спасателям в преддверии нашего профессионального праздника. Спасибо большое администрации Кировского района, что она уже 38 раз проводит данное серьезное мероприятие, и пожарные могут показать себя. А та служба, которая может показать себя, выйти вот так вот, встать на площадь, это служба, которой нечего скрывать от горожан и нечего скрывать от руководителей этого города. С праздником вас! Спасибо! Спасибо, Алексей Геннадьевич. К 30 апреля, ко дню пожарной службы, подготовлен праздничный приказ. Полковнику Шевченко зачитать праздничный приказ. В связи с празднованием 360-летия со дня образования пожарной охраны России, а также за добросовестную службу, качественное выполнение служебных обязанностей и оперативных задач, за достигнутые успехи в работе по предупреждению тушения пожаров наградить. Памятой медалью МЧС России маршал Василий Чайков, старшего прапорщика внутренней службы Просветова Сергея Алексеевича, старшего инструктора по вождению пожарной машины, водителя 19-й пожарной части. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нагрудным знаком МЧС России за заслуги Майора внутренней службы Лукьянчикова Эдуарда Викторовича Старшего инспектора отделения профилактики пожаров 91-й пожарной части Младшего лейтенанта внутренней службы Деменкова Алексея Валерьевича Старшего инженера группы обслуживания Он находится в цистерне за рулем Сержанта внутренней службы Денисенко Ивана Александровича Старшего инструктора по вождению пожарной машины Водителя 19-й пожарной части Сержанта внутренней службы Теричука Александра Анатольевича Командира отделения 41-й пожарной части За образцовое исполнение служебных обязанностей И достигнутые высокие результаты в службе Награждаются грамотой главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу Подполковник внутренней службы Мурзич Сергей Александрович Заместитель начальника отдела надзорной деятельности Кировского района Майор внутренней службы Белоусов Александр Михайлович Начальник отделения отдела надзорной деятельности Кировского района Майор внутренней службы Чеботарь Олена Александровна Старший разнователь отдела надзорной деятельности Кировского района Старший лейтенант внутренней службы Яковлев Борис Геннадьевич Старший инспектор отдела надзорной деятельности Кировского района Старший лейтенант внутренней службы Баженов Кирилл Евгеньевич Инспектор отделения профилактики пожаров 91-й пожарной части Лейтенант внутренней службы Зернов Валерий Вадимович Начальник караула 41-й пожарной части Старший сержант внутренней службы Мартынов Артем Павлович Старший пожарной 19-й пожарной части Внимание! К торжественному маршу! Направо! Шагом! Марш! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Караула МЧС России 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 Караула МЧС donne Караула МЧС Jesus Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первое показательное выступление по дорожно-транспортному происшествию... Происходит дорожно-транспортное происшествие... Дежурная смена поисково-спасательной службы извлекает пострадавшего... Такова задача... Итак... В результате столкновения легкого автомобиля с живым домом... Произошло сильное повреждение автомобиля... Водитель которого оказался заблокирован... Получив заявку по дорожно-транспортному происшествию... Диспетчер службы оперативного обеспечения... Высылает на место дежурную смену на аварийно-спасательном автомобиле... Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга... Автомобиль прибыл... К месту возникновения дорожно-транспортного происшествия... Прибыл к месту вызова... Один из спасателей... Поисково-спасательной службы... Осматривает место происшествия... Выявляя скрытые источники опасности... Такие как силовые провода... Утечки топлива... И оценив обстановку... Дает разрешение на выполнение работ... Произведя внешний осмотр... Спасатели организуют оцепление места ДТП... При помощи соответствующих конусов... Для предотвращения раскачивания автомобиля... При проведении аварийно-спасательных работ... Производится стабилизация транспортного средства... Далее... При помощи гидравлического разжима... Который находится в руках у спасателя... Вскрывается капот автомобиля... И обесточивается аккумуляторная батарея... Обездвиживая обесточивая автомобиль... Спасатели приступают к извлечению пострадавшего... Вначале разбивается самое дальнее окно от пострадавшего... И через него в салон автомобиля... Проникает парамедик... Так как при ДТП очень часто происходят травмы... Шейного позвоночника от тела... Пострадавшего... Сперва... Ему над шеей одевается шейный корсет... Затем... Оцениваем внешнее состояние водителя... Накрывает его защитным покрывалом... И отдает команду на разбитие остальных стекол автомобиля... Сначала бьются боковые стекла... Затем лобовое стекло... Чтобы осколки стекла не повредили водителя... Защищают его при помощи двух защитных экранов... Разбив стекла... Спасатели при помощи гидравлического резака... Перекусывают одну из стенок кузова... Чтобы снять остаточное напряжение... В деформированном кузове аварийного автомобиля... Сняв напряжение... Один из спасателей... Приступает к резке остальных стоек... Параллельно с этим... Другой спасатель при помощи гидравлического разжима... Сплющивает задние стойки... Для более удобной резки в дальнейшем... Производится работа... По дальнейшему снятию крышки автомобиля... Для извлечения пострадавшего... Каждый спасатель выполняет свою работу... Без суеты и спешки... Каждый знает точно, что необходимо исполнить... Своим гидравлическим инструментом... Данное... Проведение мероприятия... Обеспечивает успешное извлечение пострадавшей... Каждый из спасателей... Неоднократно оттачивал свое мастерство... Предварительно как в учебном классе... Так и на подобных макетах... И так крыша автомобиля вскрыта... Прошло буквально считанные минуты... Одна, две, не больше... И спасатели готовы приступить к извлечению пострадавшего... Счет идет на секунды... На секунды... До прибытия скорой помощи... Задача по извлечению пострадавшего будет выполнена... Спасатели действуют слаженно... Отточено... Каждый знает свою боевую задачу... Друг друга не мешают... И каждый выполняет то... Что положено по его... Должностному расчету караула... Срезав крышу... Спасатели... Снимают ее с автомобиля... И относят в безопасное место... И так осталось дорезать последнюю стойку... Которая... Очень почему-то не хочет срезаться... Но... Опыт делает свое... Дело... И стойка... Вот-вот сдастся... Спасатели поддерживают... Крышу автомобиля... До срезки последней стойки... В подобных ситуациях... Можно даже не ожидать срезки... Остальной стойки... А просто... Отогнуть... Отогнуть крышу автомобиля... Но стойка сдалась... И так... После снятия крыши на руку... Пострадавшего накладывают шину... И под его спину... Заводят специальный щит... И затаскивают на него водителя... Данное мероприятие проводится... Без спешки... Без суеты... Каждый знает свою поставленную задачу... И четко ее выполняет... Спасатели понимают друг друга без слов... Только по движению рук... И так... Предполагаемый пострадавший... Лежит на специальном щите... И готов транспортироваться... В скорую медицинскую помощь... На столкновение... Опрокидывание автомобилей... И наезды на препятствия... Приходится... 91%... От общего количества ДТП... А число пострадавших и погибших в ДТП... Этого типа... Намного превышает... Суммарное число погибших... И пострадавших... Во всех остальных... Транспортных происшествиях... Различного характера... И так... Дорожно-транспортное происшествие... С пострадавшим... Благополучно закончилось... Пострадавший... Забран... В медицинскую скорую помощь... Служба спасения... Выполнила поставленную перед ними задачу... Автомобиль успешно вскрыт... И... Пострадавший водитель... Вовремя доставлен... В скорую помощь... И так... Подготовится отделение 42-й... Пожарно-спасательной части... Отделение 42-й пожарно-спасательной части... Производит тушение загоревшего дома... И легкового автомобиля... В результате ДТП... Что очень часто встречаются... При различных ситуациях... Автомобили врезаются... Как постройки жилого типа... Так и нежилого типа... При этом... От удара разгематизируется... Бензобак... И от случайной искры... Происходит воспламенение... Автомобиля... И того деревянного здания... В которое он врезается... В данном случае... Автомобиль... И... Предполагаемый... Жилой дом... Итак... Очередное... ДТП... И... Возникновение... Пожара... Автомобиля... В результате столкновения... Легкового автомобиля... С жилым домом... Произошло... Возгорание... Автомобиля... И дома... Получив заявку... Диспетчер службы... Оперативного обеспечения... Высылает... На место вызова... Деление... На автоцистерне... 42-й... Пожарно-спасательной части... Во главе с начальником... Караула... Итак... Сигнал... Автоцистерна... Поехала... По утвержденному нормативу... Прибытия личного состава... Как на дорожно-транспортное происшествие... Так и на пожар... Норматив... До 10 минут... Но наши пожарные спасатели... Укладываются... Намного... Меньше времени... От 2 до 5 минут... Уходит... На прибытие пожара... Пожару... Прибыв на место... И произведя... Предварительную разведку пожара... Начальник караула... Отдает распоряжение... Личному составу... Провести... Полное... Боевое развертывание... И... Подать на тушение... Ствол... Высокого давления... От емкости... Автоцистерны... Караул... Выполняет... Поставленную задачу... Опять же... Каждый из них... Прекрасно знает... Свои обязанности... Каждый выполняет... Свое... Отведенное на это... Место времени... Подачу... Первого ствола... И так... Работает... Караул... 42-й... Пожарно-спасательной части... Пожарный ствол... Высокого давления... Подсоединенных насосов... Автоцистерны... При помощи резинового шланга... Закрепленного на центральной катушке... И выходят на позицию... После этого... Возводитель... Задействовав ступень... Высокого давления... Пожарного насоса... Подает... Воду... В рабочую... Линию... В боевой работе... Принимает... Участие... 42-я... Пожарно-спасательная... Часть... Работают... В защитной... Боевой одежде... В противогазах... На линии... Огня... Дежурный... Караул... 42-й... Пожарной части... Итак... Водитель подал воду... И... Пожарный... Приступает... К тушению... Загоревшего... Автомобиля... Так как... Огнетущая... Свойства... Распыленной воды... Подаваемая... Под высоким давлением... Намного больше... Чем воды... Подаваем... Копакно... Струей... Применение... Для тушения... Стволов... Высокого давления... Намного... Эффективнее... Для тушения... Пожара... В одинаковой площади... Требуется... В несколько раз... Меньше воды... При применении... Стволов... Высокого давления... Итак... Пожарно-спасательное... Отделение... 42-й... Пожарной части... Справилось... С поставленной... Задачей... По большому счету... Если взять... Автомобиль... Практически... Внешне... Не пострадал... Только... Обгорела... Внутренняя обшивка... Салона... Ну а там уже... Будут смотреть... Восстановить... Или не восстановить его... Подобное... Происшествие... Случается... К сожалению... В любое время... Дня и суток... Как в городе... Так и в области... И в любое время... В дождь... Непогоду... В жару... Служба... Пожарной охраны... В лице... Наших дежурных караулов... Всегда... Придет... На помощь... Нашим горожанам... Чтобы спасти... Их жизни... И... Ликвидировать... Пожар... Не допустив... Его дальнейшее... Распространение... Так плохо... Как здорово... Молодцы... 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 Подключили пожар... Было страшно... Да... Да... Очень не страшно... Еще подключили... Дядя... Приготовиться... Автоцистерном... Девятнадцатой... Сорок первой... И... Девяностой... Пожарным частям... Для подачи... Ручных стволов... Дежурный караул... Сорок второй... Пожарной части... Успешно справился... С поставленной задачей... И... Горение автомобиля... Ликвидировано... Гараул... Собирает... Пожарное техническое... Вооружение... Для... Отбытия... К месту... Дислокации... Чтобы... Опять... Прийти... На помощь... Оказать... Помощь... Пострадавшим... Потушить... Своевременно... Пожар... И... Всегда... Быть... На страже... Здоровья... И... Преимущества... Наших... Жителей... С места... Возникновения... Пожароавтомобиля... Домика... Происходит... Его... Сборка... И... Сейчас... Он будет убран... С площади... Для... Обеспечения площадки... Дальнейших... Показательных... Выступлений... Девятнадцатой... Сорок первой... И девяностой... Пожарных частей... Во время... Крупных пожаров... Требуется... Применение... Пожарных стволов... С большим... Расходом... Агитающих... Средств... Для решения данной задачи... Применяются... Ручные стволы... Которыми оснащены... Пожарная техника... Сейчас... Мы с вами... Увидим... Отработку... Элементов... При подаче... Переносных... Ручных стволов... В очаг... Условного пожара... Итак... Получив заявку... О пожаре... Диспетчер службы оперативного обеспечения... Отправляет автоцистерну... Девятнадцатой... Сорок первой... И девяностой пожарных частей... На место... Условного пожара... Итак... Сигнал... Принят... Пожарными автомобилями... Пожарными расчетами боевых частей... Девятнадцатая... Сорок первая... И девяностая пожарная часть... Поехали... К месту вызова... Прибывают дежурные караулы... В составе отделений на автоцистернах... Во главе с начальниками караулов... Оценив обстановку на пожаре... Начальники караулов отдают команду... На подачу ручных стволов... Бойцы пожарной охраны... Снимают со сека в автоцистерн... Переносные ручные стволы... И переносят их на позиции... Остальные пожарные прокладывают... От емкости автоцистерн... Магистральные рабочие линии... Подключая их к ручным стволам... И подготавливают их к работе... И так перед вами... Демонстрируют свое мастерство... Дежурные караулы... Сорок первой... Девяностой... Девятнадцатой пожарных частей... После того как отделения закончили... Все действия по подготовке... К рабочих стволов... Смотри какой... Водители подают в воду магистральные линии... И запитывают стволы... И так... Перед вами... Боевая работа... Дежурных караулов... Сорок первой... Девятнадцатой... Девяностой пожарной части... Триколор... Российской Федерации... Перед вами... Работа дежурных караулов... Санкт-Петербургского гарнизона... Пожарной охраны... В зависимости от использования сменной насадки... Перед вами... Ручные стволы могут подавать... Компактные распыленные струи воды... С расходом от семи... До четырнадцати литров в секунду... На дальность до сорока метров... Также при установке специальных насадок... При помощи ручных стволов... Можно подавать распыленную воду... Для охлаждения строительных конструкций... Зданий... Сооружений... А также водяных завес... Для защиты личного состава... От теплового излучения... Вот это высоко... Пожарное подразделение... Сорок первой... Девятнадцатой... Девятнадцатой части... Собирают пожарное техническое вооружение... Для отбытия... К месту дислокации... Чтобы... Опять прибыть... К месту возможного возникновения пожара... Дорожно-транспортное происшествие... А сотрудники специализированной пожарной части... Показывают приемы работы на высоте... И способы спасения пострадавших... С высотных зданий на пожаре... Служба оперативного обеспечения... Высылает автомобиль быстрого реагирования... Специализированной пожарной части... На пожар... Элементы показа... Самоспасание пожарных... Спуск на себе... Спасатель... Подходит к отрезанному огнем... Или заблокированному... Тот... Встегивается к нему в карабин... И вдвоем спускается вниз... Вот этот элемент... Сейчас вам будет... Продемонстрирован... Дежурным караулом... Специализированной пожарной части... Данные сотрудники пожарно-спасательной части специализированной... Прошли специальное обучение работы на высот способной техникой... Надо отдать им должное, что... Работают как в цирке... Иначе не скажешь... Каждый из них знает свою поставленную задачу... И четко выполняет ее... Потому что только... Понимание друг друга... На подобной высоте... Обеспечивает... Безопасное проведение подобных... Спасательных работ... Итак... Специализированная пожарная часть... Показывает приемы работы на высоте... И способы спасения пострадавших... С высотных зданий на пожаре... Самоспасание пожарных... Спуск на себе... Спасатель подходит к отрезанным огнем... Или заблокированному пострадавшему... Тот должен пристегнуться к нему в карабин... И вдвоем спускаться вниз... Сейчас идет подготовительная работа... По выполнению данного элемента... Который был вам озвучен... В подобном виде работ... Задействован личный состав... Специализированной пожарной части... В этой части работают... Прекрасные специалисты... Своего пожарного дела... Многие из них награждены... Медалями... Орденами... За самоотверженное... Действие на пожаре... По спасению пострадавших... По тушению пожаров... Работают слаженно... В одной сцепке... И так... Работает специализированная пожарная часть... Показывает приемы работы на высоте... И способы спасения пострадавших с высотных зданий... Также будет демонстрироваться спасение пострадавшего... С применением спасательного треугольника... Или так называемой косынки... Путем торможения спуска вниз... Пострадавшему одевается косынка со спусковым устройством... Спасатель наверху включает устройство в веревку... И дает команду страхующему спасателю... Который внизу о готовности... Страхующий дает натяжение веревки... И пострадавшего... Выдают для спуска... Регулирование скорости спуска... Происходит с силой натяжения веревки... Спасателем снижу... Косынка спасательная... Представляет собой полотно треугольной формы... Из капроновой ткани... Обшитая по периметру лентой... Образующие в углах силовые коуши... Для закрепления карабина... Центральный коуш имеет пряжку... Для регулировки косынки по росту человека... С верхнего края косынки... Пришиты регулируемые плечевые ремни... Обеспечивающие фиксацию... Пострадавшего в положении вниз головой... И дополнительная петля... Для крепления вспомогательной веревки... С помощью которой пострадавшего... Оттягивают от выступающих элементов здания... Вот подобные нюансы... Сейчас вам будут продемонстрированы... Как задействуется пожарно-техническое вооружение... Стоящее в боевых расчетах... Как специализированы пожарные части... Так и в других пожарных частей... Санкт-Петербургского гарнизона... Личный состав специализированной пожарной части... Ведет подготовку... К показу элементов спасания с высоты... И способа спасения пострадавших... С высотных зданий на пожаре... Итак... Действия дежурного караула... Происходят слаженно... Здесь никаких не должно быть сбоев... Потому что на весах... Жизнь пожарного и жизнь спасаемого... Итак... Пожарный проводит... Самоспасание с высоты... Самоспасание успешно прошло... И дальше продолжается... Его спасение... Отрабатываются элементы самоспасания пожарных... Далее... Спуск на себе... Будет демонстрироваться спасание пострадавшего... С применением спасательного треугольника... Или так называемой косынки... Путем торможения спуска снизу... Пострадавшему будет одета косынка... Со спусковым устройством... Спасатель наверху... Включит устройство в веревку... И даст команду страхующему спасателю... Который внизу... Пойдемте, пойдемте... Страхующий дает натяжение веревки... И пострадавшего выдают для спуска... Регулирование скорости спуска... Проходит силовое натяжение веревки... Спасателем снизу... Итак... Пожарный... Провел самоспасение... И спуск пострадавшего на себе... При помощи спускового устройства... Происходил сквозной проход на веревке... Спасатель спускался по веревке... При необходимости можно зависнуть на необходимой высоте... Для выполнения дополнительно каких-либо мероприятий... Необходимых для успешного тушения пожара... Или для спасения пострадавшего с высоты... Демонстрация выполнения самоспасания пожарных... Демонстрировался спуск на себе... Спасатель спускается по веревке... При необходимости он может зависнуть на необходимой высоте... И так самоспасание прошло успешно... Государственное учреждение специализированная пожарная часть... По тушению крупных пожаров... По городу Санкт-Петербургу... Создано 1 ноября 1989 года... Основные задачи специализированной пожарной части... Это тушение крупных и сложных пожаров... Ликвидация аварий с выбросом опасных веществ... Ликвидация последствий ДТП... Спасение навода... Высотные спасательные работы... Взрывные работы... Водолазные работы... Это все работа специализированной пожарной части... В этой части... Выполняют все виды работ... По предотвращению возможных взрывов... По предотвращению распространения пожаров... По спасению людей с высот... Это все бойцы пожарно-спасательной части... Специализированной... Федеральной противопожарной службы... По городу Санкт-Петербургу... По beepому! Продолжение следует... Продолжение следует... За добросовестное отношение к службе высокой показателем оперативно-служебной деятельности объявляется благодарность. С вручением грамоты прапорщику внутренней службы Галкину Андрею Сергеевичу, старшему инструктору по вождению пожарной машины, водителю 41-й пожарной части. Сержанту внутренней службы Мамедову Шамхалу Самиддин Аглы, пожарному 91-й пожарной части.